Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об утопленных телефонах. Немножко истории об этом телефоне. Вчера его ночью уже ко мне принесла одна знакомая женщина. С такой бедой она его уронила в воду. И первое, что она сделала, вытащила аккумулятор. Какое-то время сушила его феном. А потом ей его посоветовали включить, проверить, работает он или нет. И он умер, этот телефон. Ну как, он наполовину работает, наполовину нет. Но впоследствии оказались попыток включения весьма печальными. Я телефон этот уже разобрал. Сниму батарею. В принципе не нужна. Здесь все отсоединено. И когда разбирал, здесь было довольно много воды. Здесь все мокрое было. Стекло, камеры, было все запотевшее. Когда поднял плату, здесь тоже была вода везде. Все было абсолютно мокрым. Соответственно, внутри там все тоже мокрое. И там неизвестно, что внутри творится сейчас. Возможно, там все печально очень. К сожалению, у меня нечем прогреть, чтобы снять эту защиту и посмотреть, что там происходит. Но даже с этой стороны уже все не сильно хорошо выглядит. Вот с этой стороны, в районе симок, здесь и здесь сим-карт, здесь окись. Сильная окись на контактах шлейфа дисплея и контактах от каких-то сенсоров. Да, от сенсора. Здесь очень сильная окись везде. И как бы я когда разобрал его, начал в первую очередь здесь смотреть. Потом перешел на шлейф дисплея. И это оказалось его диагноз. Сейчас попробую приблизить. Вот наш шлейф дисплея. Пробую показать так, чтобы видно было. Вон видно, второй дорожки абсолютно нет. Она от окиси ее разъела совершенно, ее нет. Третья, четвертая еще были менее. Пятая тоже практически разъела контакт. Шестую немножко попортила. Восьмая попорченная. Девятой тоже контакта нет. Десятая. Ну, в общем, дисплей стал абсолютно нерабочим. Потому что этот шлейф, контакты, здесь была сильная окись. Здесь было все зеленое. Все было в ржавчине. Поэтому дисплей уже стал нерабочим. Цена замены дисплея за сам ремонт плюс дисплей обойдется в стоимость этого телефона. Так что я посмотрел на то, что испорчен шлейф. То есть это надо менять полностью весь дисплей. Дальше смотреть ему бессмысленно. Это надо полностью менять дисплей. Телефону пришел, увы, конец. К сожалению, очень многие люди не знают, как надо пользоваться, что делать, если вдруг телефон упал в воду. И делают абсолютно неправильные вещи. Самое главное, что когда телефон упал в воду, это вытянуть аккумулятор. Потому что присутствие напряжения в телефоне, оно вызовет короткие замыкания. На схеме пойдут окиси и будет порча деталей, что может привести к смертельному исходу. Вот как с дисплеем. Дисплей полностью, шлейф испортился. Уже восстановлению не подлежит. Поэтому ему пришел конец. То есть первое, это вытащить аккумулятор. Второе, это нужно телефон хорошо просушить. Очень хорошей рекомендацией есть положить телефон в рис. Потому что рис хорошо вытягивает влагу. И положить надолго. Может быть на сутки. Может быть на полтора. Но обязательно, чтобы он лежал в том, что высушивает. И сразу же несите в сервисный центр. Чего ни в коем случае нельзя делать. Это включать его. За последний год это уже второй телефон. Который испорчен по причине включения. То есть не только потому, что он в воду упал. А потому, что его пытались включить. Когда он был еще мокрым. Когда в нем еще присутствовала влага. Поэтому, ребята, будьте аккуратны. Желаю, чтобы у вас такого не было. Чтобы ваши телефоны жили долго и счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok